Вот, говоря об Игоре Викторовиче, он говорил о своей мотивации, говорил о том отношении, которое он проявляет братьям нашим меньшим, но он также проявляет такое же отношение к людям. И когда он служил в полиции, начинал в милиции, потом она стала полицией, к сожалению некоторых, к моему тоже, потому что как-то, как говорил Задорный, что такое милиция, это милые лица. А вот что такое полиция, он сказал, что это не очень милые лица. Ну не знаю, это такая шутка. Ну вот у нас есть книга, в которой как раз говорится о характере Игоря Викторовича. Здесь есть статья, вот на 122-й странице, здесь о нем написано, здесь он еще в форме подполковника полиции. Это вот во время службы. И здесь его отношение не только к братьям меньшим, но и к людям. Здесь он спасает девочку. Если будет интересно, кому-то вы прочитаете. Я хочу эту книгу подарить вашему руководству, пусть она будет у вас в библиотеке или еще где-то. Здесь вообще много написано о наших сотрудниках именно Приокского района, поскольку вы располагаетесь в Приокском районе. И вот я думаю, что не безинтересно будет узнать, какие здесь люди. В принципе, у нас очень много людей достойных. Начиная с Великой Отечественной, наверное, вы все знаете, герой Советского Союза Ларина. Но, наверное, мало кто знает, что он начинал работать участковым в нашем Приокском отделе милиции. Он был участковым. Сейчас ему памятник. И памятник есть в Парке Победы. У нас на Нижневолвской набережной, если кто-то там был, то знает. Вот. У нас есть... Он не герой Советского Союза, но есть человек, который брал Берлин. И у нас была статья в Нижневолвском рабочем. Наши люди на стенах Рейхстага. Он оставил свою подпись на Рейхстаге. Это Фонарев Георгий Тимофеевич. Сейчас он уже, конечно, покойный, но он тоже потом до войны работал в Приокском отделе. И после войны тоже работал в Приокском отделе милиции. Вот я вам передам. С вашего совещания. Вот такое красиво. Спасибо, Маргарита Борисовна. Значит, данная книга будет у нас храниться в музее истории, поэтому любой желающий может подойти и ознакомиться. Мы будем завершать нашу сегодняшнюю встречу в преддверии Дня защитника Отечества. Хотелось бы поздравить в первую очередь Игоря Лихтаревича, всех тех, кто сегодня находится в зоне специальной военной операции, кто совсем недавно вернулся, нам бы хотелось пожелать наикратчайшей победы, чтобы все, кто сейчас находится там, вернулись к своим родным и близким, к своим семьям, чтобы было мирное небо, чтобы у нас было с вами все хорошо. Поздравляем Днем защитника Отечества, здоровья, благополучия, всех вам благ, до новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.